Приветствую вас, мои любимые, на нарративном раскладе. Сегодня мы с вами будем смотреть тему «Его мысли о тебе перед сном». Вначале хочу вас сердечно поблагодарить за донаты, за то, что вы помните про энергообмен, за невероятно вкусный кофе. У меня есть такое ощущение, что я пью его вместе с вами. И, надеюсь, вы чувствуете мою теплоту и любовь. Я о вас с благодарностью вспоминаю. Спасибо огромное, друзья, вам за щедрые донаты, за финансовую поддержку моего канала. Итак, «Его мысли о тебе перед сном». Это такое время, знаете, расслабленности, время, когда мысли где-то сами по себе блуждают, ослабевает контроль, тревога, да, и человек как будто бы начинает открываться, быть собой более таким честным. Поэтому было бы интересно заглянуть в его потаенные чувства и мысли. Для начала давайте посмотрим, для кого сегодняшний расклад подойдет больше, кому он больше может откликнуться. Итак, какой сейчас видитесь вы? Каким видится ваш загаданный человек? И что на данный момент между вами происходит? Ну, самая главная ваша характеристика, самая главная ваша черта – это щедрость. Когда вы вступаете в контакт с человеком, если вы испытываете особенно к нему симпатию, заинтересованность, вот есть такое ощущение, что вы готовы отдать последнее. Вы не уходите, конечно, в дефицит, да, как будто бы научились с опытом, с возрастом все-таки оставлять какой-то ресурс себе. Ну, и в принципе делиться было бы нечем, если бы у вас не было профицита. Это ваша стратегия, можно сказать, выигрышная, потому что вы поддерживаете близких, вы с ними делитесь, вы их усиливаете, да, и за счет этого вот вокруг вас вырастает такое сообщество надежных, верных людей. Рядом с вами единомышленники, рядом с вами люди, которые искренне вас любят. И в ответ готовы прийти вам на помощь. То есть вот эта ваша щедрость, она окупается. Загаданный человек. Загаданный человек сейчас почему-то особенно остро чувствует свою отдельность, свое одиночество. Может быть, его часто посещают мысли, что меня никто не понимает, да, я не могу никому объяснить, что я чувствую, что со мной происходит. Вот у него как раз может быть сейчас нехватка рядом тех людей, которые способны его поддержать. С другой стороны, может быть, сейчас в его жизни такой этап священного одиночества, когда человек из тьмы собирает свет. У него очень много, видимо, по жизни суеты, очень много рядом людей, которые не дают ему возможности сосредоточиться на себе и на своих мыслях. И вот сейчас, видимо, жизнь предоставляет ему такой шанс, такую возможность уйти немножечко в тень. побыть одному, подумать, собраться с мыслями. Сейчас его больше всего характеризует вот эта карта отшельника. Что между вами? И вот, несмотря на все на это, между вами разгораются какие-то невероятные страсти. Еще есть такое ощущение, что от вас сейчас требуется как-то очень быстро принимать решения, быстро реагировать на какие-то изменяющиеся обстоятельства. Ощущение какой-то, знаете, переполняющей энергии. Есть такое чувство, что вдохновение как будто бы приходит со всех сторон. Вот этот имбирь, который дает наполненность, такой вот прилив сил, ощущение своей мощи. У вас есть взаимное желание очень активное проявляться в сторону друг друга. Вот как это реализуется, может быть, в дальнейшем нам будет более понятно. Итак, ну что ж, теперь давайте с вами посмотрим, что же за потаенные мысли и чувства посещают загаданного человека перед сном, когда он сосредотачивается на вашем образе. Итак, первое. Это человек, который с вами очень хочет возобновить контакт по этой карте. Это человек, который, если выражаться метафорически, хочет, чтобы вот это семя было посеяно. одуванчик, да, он у нас, в общем-то, славен тем, что он вокруг себя на многие километры распространяет эти семена, то есть он хочет на вас и оказывать влияние, и воздействие какое-то оказывать. В буквальном смысле, может быть, если у вас речь об этом когда-то заходила, это человек, который хочет с вами иметь продолжение. Еще это человек, который, конечно, благодаря вам получает такую вот долю заряда, импульса, эротического характера, да, по тройке воды. Это человек, который, вспоминая вас перед сном, погружается в какое-то такое, знаете, благоуханное состояние, очень умиротворенное. Ваш образ в его голове как способ переключиться с какой-то обыденности, суеты, круга проблем, на что-то такое легкое, возвышенное, вот что-то такое очень приятное, воздушное. Но еще этот человек, конечно, находится в каком-то ожидании. Может быть, он нерешительный, по отношению к вам, он не знает, как к вам проявиться. Это человек, может быть, которого характеризует вот такая медленная и неуклонная устремленность в вашу сторону, да, здесь у нас изображен дуб, то есть это что-то такое очень несуетливое, это то, на что требуется время. Это человек, который не может, например, с одной стороны, он очень хочет начать, да, но как будто бы вот ему не хватает что ли какого-то веса, основательности для того, чтобы проявиться к вам вот с чем-то очень значительным, очень солидным, что ли. Может быть, ему кажется, что ему веса не хватает, и вы видите в нем какого-то молодого, беспечного человека, который вам особо ничего сейчас не может предложить, кроме вот такого легкого формата взаимоотношений. Вот все это вместе в его голове перед сном крутится, но в общем, я бы сказала, что здесь такой основной лейтмотив, это все-таки вот это приятное состояние эротического волнения. Что еще про вас он думает перед сном? Каковы его чувства? Может быть, какие-то планы он там себе строит, когда он немножечко отпускает возжи, да, становится более расслабленным. Что еще он думает о вас? Знаете, здесь пошла информация о достаточно таких философских размышлениях, которые у него в голове проносятся. То есть, вы этому человеку придали какой-то силы, может быть, даже его научили, и знаете, вот к какому выводу он пришел? Он научился видеть в некоторых людях своих друзей. То есть, вот эта карта, повешенная, да, в данной колоде, это такая замечательная метафора о том, что мы не всегда можем адекватно оценивать, кто нам друг, а кто нам враг. И благодаря общению с вами у него произошло в жизни какое-то значительное переосмысление. Здесь у нас буквально, да, ведь изображен лопух, и очень часто он себя чувствовал незащищенным морально, да, потому что как будто бы не мог разобраться, что к чему, кто как к нему истинно относится. Не знаю, чем вы занимаетесь, да, но каким-то образом общаясь с ним, вы ему либо впрямую, либо как-то косвенно сумели донести что-то про его ценности. То есть, это человек, который в значительной степени общаясь с вами вырос духовно. Может быть, в чем-то даже научился опираться на самого себя. Может быть, перестал себя грызть за свое несовершенство, да, признал честно и открыто что-то, что есть в нем и понял, что это не недостаток, а даже в каком-то смысле его преимущество. Как будто бы, может быть, даже как-то иначе взглянул на себя. Сумел как-то какие-то свои черты и качества личности принять и, может быть, даже как-то использовать себе во благо. Но тут такая информация, да, уже больше про ваш какой-то человеческий контакт. Видимо, было много разговоров или каким-то образом у него есть возможность видя то, как вы живете, да, может быть, перенимать какие-то ваши приоритеты и ценности. То есть, ну, здесь история про то, что это человек, который благодаря вам что-то в своей жизни очень важное понял. Он вас, может быть, даже как наставника ценит в каком-то смысле, да, как носителя какого-то жизненного опыта, жизненного знания. когда ваш образ появляется в его голове. Что он с вами связывает? Какие у него возникают ассоциации? Слушайте, тут опять какие-то такие довольно глубокие размышления. Да, видимо, действительно ему удается перед сном как-то выдохнуть. Это человек, который долгое время был зациклен на победе любой ценой. То есть, как бы тяжело мне не было, я буду стремиться к той цели, которую я поставил. А потом вдруг, может быть, опять же, благодаря вам каким-то образом, он получил такой шанс на некий инсайт осознания, что иногда какие-то превратности судьбы, в том числе поражения, ошибки, да, вот как укус вот этой крапивы, это в каком-то смысле такая прививка мудрости. Потому что очень многие люди, заигрываясь вот в эти нездоровые амбиции, как будто бы вот с водой все время выплескивают ребенка. Они не замечают попутно, что дает этим людям вот конкретно в конкретной ситуации тот или иной опыт. Они, например, встречаясь с какими-то препятствиями, да, ну вот как, например, ты обжегся этой крапивой, у тебя есть такое вот первое импульсивное желание, не знаю, достать косу и выкосить все это поле, да, то есть весь свой гнев направить на крапиву, не понимая, что она в какой-то момент, ну дает тебе определенные витамины, да, кремнии, насколько я помню, и при этом она тебя останавливает, то есть эта преграда тебя куда-то не пускает. Если ты будешь рваться на пролом к своей цели, делать из нее какую-то вот эту сверхидею, сверхценность, то ты можешь пройти мимо чего-то очень важного в своей жизни. Это как возможность остановиться. Не знаю, милые мои зрители, зрительницы, чем вы там занимаетесь, как-то, может быть, это связано, не знаю, с медитациями, с йогой, с какими-то другими учениями, но есть такое ощущение, что вы, как человек более ресурсный и наполненный, уже живете в таком достаточном мире с собой, и это человека заражает по-хорошему, то есть ему как будто бы эта идея становится понятна. Может быть, из-за того, что он сейчас наконец остановился в этом уединении, он для себя пересматривает, как можно жить еще по-другому, да, только ли бесконечно ставя и достигая цели, или, может быть, попытаться и научиться получать от жизни удовольствие в процессе, не только в результате достижения чего-то, но и во время самого пути. Когда он отходит ко сну, перед сном, что он вам мысленно говорит, какие слова в ваш адрес звучат в его голове, чтобы он хотел вам рассказать, донести сокровенные какие-то мысли в ваш адрес. Вот, посмотрите, наш замечательный король мечей с красивой татуировкой на руке, может быть, ваш бывший партнер, да, пришел сейчас к такому выводу, что разрушение все-таки приводит к возобновлению плодородия, да, здесь у нас, посмотрите, и карта пробуждения, перерождения, высший суд, и десятка мечей. То есть он понимает, что что-то умерло, да, может быть, в том числе между вами что-то закончилось, но как будто бы это, ну, дает какую-то почву для того, чтобы на ней произросло что-то новое, что-то другое. В общем, друзья мои, если ваша история сейчас не закончилась любовным союзом, вот в самом таком привычном смысле, да, то есть вместе жить, вместе что-то делать, обустраивать общее пространство, то в духовном плане вы уже очень напитали друг друга и дали друг другу такой мощный заряд для каких-то осознаний, для какого-то прозрения, что будьте уверены, что этот человек, вспоминая вас перед сном, не ограничивается только фривольными, эротическими фантазиями, то есть вы ему даете что-то гораздо более глубокое, гораздо более что-то важное. Этот человек, который, может быть, не до конца даже понимая, что с ним происходит, вот как-то соприкоснувшись с вами, сейчас вообще выбрал какую-то иную траекторию движения в своей жизни. И это в каком-то смысле может вас окончательно развести, да, потому что вы очень поменяетесь и будете очень друг от друга отличаться. Либо это человек, который, наконец-то, с вами впадет в резонанс и вы будете общаться на одной волне, потому что есть такое ощущение, что до этого как будто бы вы, ну, как люди, существующие в разных мерностях. Один в 3D, другой в 5D, и как будто бы никак не удавалось пересечься в одной какой-то реальности. А здесь это такое движение к обретению внутреннего понимания, что в результате, конечно, может позволить вам, наконец, заговорить на одном языке. Ну что ж, мои любимые, вот такой сегодня достаточно иносказательный получился нарративный расклад на тему его мысли о тебе перед сном. Поделитесь своими впечатлениями с большим удовольствием, познакомлюсь с обратной связью. Благодарю, друзья, вас сердечно за донаты, за финансовую поддержку моего канала, за вкуснейший кофе, который я пью практически вместе с вами в одном едином ментальном пространстве. Чувствую вашу теплоту, заботу, очень вас благодарю за щедрость. Спасибо, что ставите лайки, спасибо, что даете обратную связь, очень вдумчивую рефлексию, за то, что подписываетесь на канал. Если не хватает чего-то в общих раскладах, находите меня в контакте или по почте, я расскажу, как организовать индивидуальную консультацию. Люблю вас, обнимаю. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких сегодня и всегда и непременно приходите на новый нарративный расклад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова